Прямой эфир, телеканал 112 Украина. Здравствуйте. Наша аудитория, как всегда, вся страна. Спасибо, что вы приехали. Гости программы. Юлия Тимошенко, лидер фракции Батькивщина. Юрий Ткаченко, председатель Черкасской областной государственной администрации. Спасибо, что вы приехали. Я считаю, что те депутаты, которые проголосовали за закон, который реструктурует валютные кредиты, этот закон и эти депутаты должны быть в этом законе. Я хочу поддержать выступающего. Один пример. Еще в Черкасской области. Есть клиника немецкая и больные по гемодиализу почечная недостаточность. Это Черниговская область и Черкасская область. Так вот, мы пока проводим дискуссию, сегодня реально умирают люди. Умирают потому, что в свое время работала клиника, с которой не можно было никак получить взятки. А при той минулой власти была как раз сформирована вертикаль государственная, сформировано отдельное учреждение, которое предоставляло эту же услугу. То есть сформирована коррупционная система. Что происходит сегодня? К Виташвиле я предлагаю элементарно. Примите очень важное на уровне министерства вещи. Давайте будем финансировать не само учреждение, а саму услугу. В конечном итоге это даст возможность. И вы знаете, Богомолец не разу заявляла про то, что на затратных материалах там существенная получается разница. В разы. Разница в разы. И задается вопрос. Можем мы это решить? Можем решить. Только для этого нужна смелость человека, который это сделает. Для этого нужен комиссар Катани, который будет эти вещи делать и рубать. И приходить не просто с популистическими заявлениями и говорить, я не могу. Может. Просто надо брать ответственность и делать это. Да поймите, пока не начнут садить воров, пока воров не начнут садить. Хватит не писать коррупционерами. Воры. Пока это ворье хоть одно не сядет, до тех пор будет приходить следующий вор и знать, что его отправят в отставку. Пока вор знает, что он не сядет, он будет воровать. Это уже клептомания, которая вошла. И до тех пор, пока человек, зная, что максимум, что ему грозит, это снятие с должности, до тех пор нас не ждет шаг вперед. Пане Саввякова. АПЛОДИСМЕНТЫ После того, даже если, хотя формально написано, что президент должен обратиться к Верховной Раде, которая должен прекратить повноважение и призначит это достроковые выборы, то невизначенный срок, в протяжении которого президент должен обратиться, и враховываясь, что президент на весь этот период может призначити свое правление прямое, то это означает, что президент может прекратить повноважение органов местного самороза. Пожалуйста, председатель Черкасской областной государственной администрации. Вот коротко скажите нам, вы датационный область, да? Да. Вы датуетесь на сколько? На 35%. На 35%. Скажите, как изменится ваша жизнь по финансам? Еще раз доброго вечера. Я хотел бы, чтобы мы сейчас говорили, так как и Лунала в зале, простою мовою, то, что хотят почути люди. Без слов, субсидиарность, децентрализация, потому что, когда ты идешь до обычной людини, я говорю из практики, когда мы проводили как раз модели объединения территориальных громад, то обычная людина, мне одна женщина каже, «Шановный пан губернатор, вам, те, что вы сейчас смотрите из окна Мерседеса и видите иншее жизнь в стране, а вы сядете в Таврию и посмотрите из Таврии, вы увидите совсем иншее жизнь, которым смотрятся миллионы жителей». И, поверьте мне, я начал говорить с совсем иншой мовой, без вживания этих слов. Одразу у меня было несколько вопросов. Я говорю, что сейчас бракую вам, апеллюючи к этой женщине? Она говорит мне, что нет денег, нет работы. Я говорю, где вы учите своих детей? Ну, безумно, не в той школе, что у нас, в нашем селе, потому что у нас одна учителька выкладывает много предметов, не один, а много. И у нас 5 ученых. И сейчас, так же, задаю следующее вопрос, где вы хотели бы лековаться? Ну, у нас нет ни ФАПа, у нас нет ни амбулатория. Безумно, нужно ехать в лекарню, районную лекарню, для этого нужно в кишени иметь деньги. Для меня, когда мы начали этот процесс, модели объединения территориальных громад, было много оппонентов, много критики было. И, как пример, могу привести одного сельского глава, который сказал, что сейчас не на часе, сейчас он вместе со мной переконует других. Почему? Потому что есть такое село Белозирия Черкасской области, великое село, он понимал, что он может получать дополнительный ресурс финансирования. И он начал переконывать с соседнее село Гердинь, которое имеет финансирование в межах 900 тысяч. Он говорит, что вы имеете 900 тысяч на год, а я имею 900 тысяч сегодня только на один дом культура. Если мы объединемся, мы дополнительно получаем 4 миллиона гривен. Мы сможем обеспечить дороги, мы сможем обеспечить заклады освяти, заклады культуры, освещенные заклады. Поэтому тут я хотел бы перейти мову и цифр, для того, чтобы вы просто подивилися, если можно, первый слайд по Черкасской области. У нас сейчас 556 громад. Если мы имеем ресурс 2,1 миллиарда гривен. Если мы провели обговорение при добровольном объединении территориальных громад, где громады сами запропонировали модель 88 громад самодостатных и 5 мест областного значения. Додатково отримываем ресурс 1,7 миллиарда гривен. Но мы должны сразу задать вопрос, когда написаны деньги, базовая дотация, освещенная субвенция, собственные доходы. Конечно, человек этого не понимает, потому что в конце результате, что изменится в его жизни. Хотел бы отметить, что сейчас этого не хотят вживать чиновники. И всегда меня переконяют, ну не скажите, сегодня сколько финансируется областная администрация и районная администрация. Сейчас бюджет складывает 112 миллионов гривен. Это, эти деньги. В областной администрации работают около 600 работников. Эти деньги, на самом деле, при проведении объединения территориальных громад и ликвидации тех функций, которые сегодня имеют администрации, можно направить на реальные вещи. Дороги, школы и другие социальные вопросы. У меня, сегодня, для меня, как для главы администрации, важно, когда вы приезжаете до меня в область и сразу спросите, а почему у тебя дорожки нет? А я вам скажу, так я же не имею певных повноважений. Для этого нужно передать певные повноважения на местах, передать громаду. Я бы хотел еще следующий слайд, второй слайд. Для того, чтобы сделать дороги, для того, чтобы на сегодняшний день объединять школы и провести оптимизацию, нужно решить самую главную вещь. Нужно купить школьный автобус, нужно сделать дорогу, по которой будет ездить этот школьный автобус. И сразу возникает вопрос того ресурса. Чи нам достаточно этого ресурса, который на сегодняшний день у нас при объединении на самом деле будет? Безусловно, недостаточно. Передают дороги местного значения, и вот нужно передать соответствующее ресурсов. Потому что без ресурсов мы не сможем побудовать эти дороги, або ремонтировать эти дороги. Так же, сегодня, если говорить о соответствующих проблемах в охране здоровья, в медицине, в обеспечении, в обеспечении, в обеспечении, то тут так же необходимый ресурс. Этого ресурса у нас правильный недостаточно. Где его взять? Есть запропонованный механизм, Державный фонд регионального развития РАЗ. Громада имеет возможность сегодня, соответственно, обратиться к международным финансовым институтам, к международным банкам, для того, чтобы соответствовать кредит на непосредственно инфраструктуру, то, что на сегодняшний день находится в жестовом состоянии. Но самое главное, я хотел бы отметить, что с соответствующим ресурсом надается повноважение. Давайте будем говорить о реальной речи. Сегодня у нас нет самого главного повноважения, и это мает величезный резонанс. Это вопрос о повноважении, надании государственной власти. У нас перекрывают дороги. Почему на сегодняшний день блокируется вопрос о принятии закону и надании этих повноважений органам местного самолюдивания? У меня вопрос. До депутатов Верховной Ради. Следующее. Вы, Верховная Рада, задайте запитание. Депутаты требуют постановки этого законопроекта второй недели в порядок денной Верховной Ради Украины. Этот закон не ставится. Можно я завершу? Я понимаю, что на сегодняшний день уже начались некоторые изменения, например, повноважения, которые связаны с наданием функций на местах дозвола по строительству и контролю за строительством. З вересня месяца громады это получают. Это первые кроки. Но этого недостаточно. Багато еще и есть и другие пропозиции, которые направлены, соответственно, до уряда, чтобы это были рассмотрены. И эти повноважения были переданы, которые сегодня есть в областной администрации, в районной администрации, в районной раде. Переданы на местах, безусловно, громадам. Это даст возможность сегодня, соответственно, иметь влияние и на эти же самые финансирования школ, проведение соответственных объединений, оптимизации и тому подобное. Вы считаете, что жизнь людей нам улучшится? Я считаю, что жизнь людей наиболее улучшится, потому что они матимут не просто деньги, они матимут самое главное – повноважение. Поэтому и тут мы давайте будем вести дискуссию, что отримает, естественно, людина. Спасибо, но сегодня мы уже эту дискуссию не ценим. Вот эти вот три пачки – это и есть. Вот эти три пачки – это поправки, которые нужно внести к закону. 1600 поправок. Вероятность, что это произойдет, вот я хочу сказать, я хочу спросить своих коллег, ну дайте так искренне, мы же сегодня хотим быть искренними. Вы верите, что это реально сделать? Нет, и никто не верит. Но это все для того было сделано, чтобы остановить провокацию принятия неакисного закону. Треба насправді внести 15-20 якесных поправок. И вы все знаете, что это реально сделать. Но это нужно политическую волю мать. Все, мы закончим. Друзья, мы закончили до программы. Мы всегда голосуем тот же вопрос, началась ли борьба с коррупцией. Видите ли, народ это же чувствует, чтобы мы понимали, что Transparency International, когда они делают рейтинг коррумпированности, нам тоже очень многое по ощущениям. Да, опросы по ощущениям. Вот народ чувствует так, 84% считает нашей аудиторией, что еще не началась борьба с коррупцией. Да, а я сейчас хочу спросить, вот после этой дискуссии, как вы считаете, может вы изменили свою точку зрения? Может она началась? Мы столько о ней говорили. Это дискуссия. 9,27, пожалуйста. Что же дискуссия? Молодое поколение считает иначе. Все, то есть мы уже все приняли. Давайте посмотрим. Было, было, было. Нет, это было, это было. Подождите. Это было. Но это кошмар, особенно имея в виду, что вот, что люди после Майдана, Майдана... А ведь каждую программу, сами вы заметили, все меньше и меньше людей верят в то, что могут... Но вы знаете, вот Виктор Бенбаженко, да, давайте подведите итог, но очень быстро. Вы же видите, что напряжение в стране растет. И кто-то должен будет нести ответственность. И не надо быть советником и президента, или советником депутата, или все, чтобы понять, что ответственным будет Верховная Рада. Вы пришли на волне Майдана. Год прошел. Эта волна заканчивается разочарованием. На самом деле будет так. Наберется критическое число ошибок депутатских, отвергнутых всяких хотелок с администрации президента. Наконец, преодоленных вето, и в конечном итоге вас поставят перед фактом досрочных парламентских выборов. Досрочные парламентские выборы, к сожалению, произойдут раньше, чем досрочные президентские выборы. Вот такой вот, к сожалению. Ну, если нужны досрочные выборы, то, может быть, лучше их уже проводить в октябре одновременно с местными, и это будет дешевле. Всем. Я не утверждаю, я вопросом задаюсь, но раз уж так. Савик, а у нас, кстати, выборы по новой конституции в октябре 2017 года. Совершенно случайно за год до президентских выборов, местные выборы, да. И я думаю, что под них могут подсуетить и парламентские. Будет разумно. Все, господа, закончили. До свидания, до следующей пятницы. Спасибо. 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 Спасибо.